Окей, ребят, вы открыли этот ролик с таким названием, и вы сейчас реально думаете, что мы будем смотреть М-ки? Вы серьезно? После такого гелика? Смешно! Че, Коль, знакомим мы? Смотрите, это моя новая машина. Ничего. Нет, на самом деле, ребят, хочу поблагодарить каждого, кто оставил комментарий под тем видео. Вам спасибо огромное, молюсь на вас. Вы меня реально подтолкнули купить этот гелик, и у меня руки чесались, и я готова была в стримглав улететь в Питер, чтобы его купить. Но произошло нечто непредвиденное. Смотрите дальше. Что тебя расстроило? Мне написали, что тот гелик, который я смотрела, который мне очень понравился, и... Короче, его продали. Спустя три дня только я его посмотрела. Че, из-за этого заплакала? Ну да, потому что он был... Ну, мне кажется, он такой хороший был. Ну, я рада, потому что она, короче, эти деньги, которые она должна была потратить на... Наоборот, должна была получить за гелик, она собрала их на лечение кошки. 800 тысяч рублей. И я очень надеюсь, что она их потратит вот на ее лечение. Знающие люди, не буду называть имен, его имя начинается на букву «Д» и заканчивается на «Има». Он сказал мне, что «Ангелина, зачем тебе париться? Слушай». Таких гельков навалом. Ты можешь спокойно купить такой, и через неделю он будет стоять так же на этом объявлении, и никуда он не денется. И я как-то потеряла сноровку и не придала этому должного значения. И что теперь я имею? Правильно, я имею дырявое корыто, около которого сижу. Ладно, и так сойдем. А что вы увидите в этом видео? Я буду выбирать «Х5-Х6М» за миллион рублей. А если быть точным, за 700 тысяч рублей. «М», понимаете? Короче, это будет что-то интересное, и у меня уже горят руки, чтобы открыть дверь и посмотреть, что скрывается под капотом и в салоне таких тачек. Короче, что происходит? Я смотрю легендарную тачку «Х5М» у Зави Е70. Если до этого я смотрела тачки как бы на Абу, то сейчас я уже приехала с автоподборщиком. Вот, познакомьтесь. Можешь вот помахать аудитории? Почему «Х»? А потому что мне очень, в принципе, нравится. Короче. Пуф, эти подарки я узнаю из тысячи. А у меня вспышками принесла вся моя жизнь связанная с М. Я резко захотела купить эту тачку. Маме. Он битый, смотри какой. Подбитое крылышко. Птички. Машина битерского хозяина, он ско прописан был. А вы не хозяин? Или вы... Хозяин товарища, у вас не ждем. А, окей. А это типа запаска такая, да? Докатка. Докатка. Я впервые с таким сталкиваюсь, если честно. Если раньше я просто приезжала и как будто у меня не было каких-то четких намерений купить тачку, именно поэтому я профукала тот гелик. Но сейчас у меня серьезные намерения, поэтому я уже как будто с обручальным кольцом приехала к этой тачке, понимаете, да? Салон очень крутой, посмотри, кстати. Реально. Для пробега сколько у него там? 160, по-моему, тысяч. Ну, что-то в районе того. Он 2011 года. Слушай, знаешь, на что похоже очень? Кой, знаешь, на что похоже? На удар, который пришелся на Х7. Когда я ехала по трассе Москва-Питер вообще один в один. Ребят, собственник не я, собственник меня просто попросил показать ее. Он ее искали в Питере, долго он ее искал. Нашел в Питере, приехали в Москву и на следующий день вот это вот произошло. Ну, это было давно? Пару месяцев назад. Тут расширенная кожа, то есть вот везде нафа, панорама, проекция, шторки. Можно личный вопрос? А вот за то, что вы показываете тачку, вам вдруг что-нибудь заплатят по-дружески? Я свободное время попросил, у него просто дела были. А, ну вы просто человек хорош. Я хочу показовать на него, потому что для меня самое важное, типа в МКИ, это газы, понимаешь? Ну что, вкусный запасок? Не очень. Не, ну звук имеется, если ее как-то вот типа разгорячить, звук будет какой-то вот такой со стрелок. Да. Все, значок МВЖУ. Нормально. Вижу, что маслом придется. Мотор не проблемный, если его один раз обслужить и все, менять там каждые 5-6 тысяч масла, проблем не будет. Что такое? Да, ну вот так в простонародье называют сапожок, вот эта вот часть. Это все может тянуться, а может не тянуться. Это уже все показывали мастерам, они смотрели. И что сказали, вытянули? Вообще не проблема, говорят, это все вытягивается, там шпаклевки практически не будет. Что, 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 говорите? Здесь была вот эта пепа, вот эта часть. Если зайдите, зайдите вот сюда. Видите, запил болгарки. Запил чего? Ну, врезали болгарку, видите, шов. А, ого, да. Идем сюда. Фига себе. Здесь был запил, там был запил, и вот здесь был запил. Вот эта вот вся часть внутренняя менялась. Фига себе! Ничего себе! Капот окрас, крылышки пластиковые, скорее всего, тоже окрас. Задняя крышка багажника тоже окрас. Здесь нам программное обеспечение этой коробки дает посмотреть два параметра. Это скорость наполнения фрикционного пакета и давление наполнения этого пакета. Около граничных значений числа. И, соответственно, это говорит нам о том, что в коробке есть проблемы. Ну, уже износ просто. Европу на такой тачке не пропустят точно. Она не проходит по, какой там, евро пять. Самый топовый вариант на лето – это панорама, конечно. Не кабрик, но такой, половинчатый вариант. Когда мы сюда пришли, у меня было позитивное настроение, и что реально тачка классная. Но чем дольше ее смотрят, тем больше я понимаю, что она какая-то странная. Чувак сзади там что-то по телефону с кем-то позвалит. Да? Да. Что, если я сейчас повернусь, будет пальмена? Ром, а у тебя дизель, да, такая же получается? Да. У того же кузова? Ну, это дворец. Можешь сравнить просто ощущение вот здесь салон и там. То есть две разные машины. Здесь уже она реально, ну, как бы, старая. Они ездят по 400 тысяч, по 500 тысяч. Это немка, она в 11-м году с Германией. А, кстати, а диск-то где, который ушатанный? Я не знаю, будет ли новый. Что, реально, что ли? Осталось. С этой стороны течь масла. Короче, сейчас на этом месте я уже перестала смотреть тачку. Ну, с такой запаской нужно ехать, наверное, не больше, там, сколько? Я не знаю. 50 км в час? А что за ДСЦ отказала? Почему? Это, по-моему, проблема с коробкой? Нет. Коробка тут идеально работает. Мы из Питера гнали вообще ничего не было, ни одного бинга в пробке стояли. И вот как раз Рамис рассказывал, что он менял масло. Сколько здесь звук? Масло в коробке и пристегнулся. Я-то пристегнулась. Что мне очень реально нравится в этой машине, сейчас мы просто о очень многих минусах поговорили, но о плюсах, которые стоит сказать, так это точно кожа. Мне она здесь дико нравится. То есть в каком-нибудь состоянии прям пушка. Потому что у нее панорама, это тоже очень классно. Также у нее, ну здесь типа еще не шли, по-моему, Баврус Миккинс или там Бэнга Долсон. Бомб, взорванный коробок. Переключением был толчок. Такая грубовая тишина. Разок тапку в пол дать мы не можем, да? Блин, я честно, вот на этом колесе, оно чуть-чуть криво стоит, там, видимо, из-за рычага. С точки зрения ликвидности, мое мнение, что это не ликвид. Во-первых, налог. Во-вторых, они уже все вот плюс-минус вот в таком состоянии. Восстанавливать все с учетом нынешних цен будет очень дорого. Либо ездить и убивать ее, пока она не умрет. И что-то там контрактное, или как-то собирать ее в кучу. Ну, как-то получить от нее удовольствие и продать. Но с точки зрения ликвидности здесь ее нет совсем. А значит, мотор. У нас явно мы видим, как масло попадает в трубу. Соответственно, нужно менять маслосъемные колпачки. Сейчас вы залезете в мотор, любой адекватный мастер вам скажет, что давай вот это поменяем, давай вот это поменяем. И тут в итоге будет капитал. Ну, короче, все равно нужно подумать. Ребят, вы пишите, вы видите, что я опять в смятении, я не знаю, что делать. Спешите, брать мне такую машину или не брать. Смотрюсь я. В первую очередь надо смотреть на то, смотрюсь ли я с этой тачкой и вижу ли я себя с ней. Я себя типа вижу. Я бы еще посмотрела и к шестой, но с этой машиной я себя плюс-минус вижу. Вот, но по работам здесь много чего нужно сделать. Вот я растяпаю, я свою сумку забыла. Я не понимаю, почему все тачки, которые стоят типа ниже рынка, либо там в районе миллиона, они находятся где-то вот в таких промзонах с заборами, с проволоками, но окей, они просто постоянно в разных концах Москвы. То Держинский, то Химки. И это всегда вот так вот как-то происходит. Ладно, мы, короче, приехали сюда ради очень интересной тачки, которая стоит 700... Что-то 720 тысяч, по-моему, 740. Короче, в районе 700 тысяч она стоит, но это М-ка и это Х6М. Пишите свои ожидания в комментариях, потому что прямо сейчас вы там смотрите этот видос, скорее всего, где-то в очень уютном месте, вместе с печенькой и чайокой. А я просто хожу и что-то там для вас изобретаю. Короче, как минимум это заслуживает пальца вверх. Поддержите. Да, здравствуйте, мы приехали вот посмотреть машинку за 700 тысяч Х6М. Хорошо, я сейчас охрану предупрежу, к воротам подойдите. Да, уже вплотную стоим, около входа в тюрьму. Здравствуйте. Владимирский централ. Куда мы идем? Капот не открывается? Не открывается. Там то ли тросик оборван, то ли не знаю от чего. Я не подала виду, но когда я увидела эту тачку, я посмотрела ее салон, и пофиг, что у нее не открывается ни одна дверь, кроме водительской. У нее не открывается капот, но по состоянию внутри и чисто внешне она выглядит просто. Как будто вставь и езжай хоть до Питера, хоть до Владивостока. Да, двигатель отдельно. А он существует, да? Да, он существует, у меня в ремзоне лежит. А по какой причине он без двигателя стоит? Предыдущий владелец, у него сломалась турбина. А, турбина сломалась. Турбина, да. За нее запросили 2,4 миллиона за ремонт. Нормально. На сервисе, на официальном. Владелец сказал, что починит сам, насколько мне известно. И, соответственно, починить не смог. Нет, продает не он, продает конкурсный управляющий. Они начали процесс банкротства и, соответственно... А можете объяснить всю эту структуру? Хорошо. Ангелин, правда не могу, потому что я тут человек вообще посторонний. Я заключил с конкурсным управляющим договор на хранение. Вот она у меня просто стоит как... Она стоит здесь. Запчасти, там двигатель, коробка лежат у меня в ремзоне. А двигатель мы тоже можем, да, посмотреть? Хорошо, конечно, пойдемте. А, как бы, ну, продажи, то есть стоимость двигателя отдельная? Нет, сейчас машина. А, за 700... Я не знаю, у меня эти вопросы... Так, ну, у него, как я понимаю, еще ограничение на рекдействия, на 100 тысяч рублей. Это если мы захотим купить эту машину, надо будет через какой-то тендер ее, что ли, выиграть, или конкурсы, или что ли? Да, да. Полтенок называется. Да не открывается оно больше ничего. А, вообще, а, то есть только вот эта дверь открывается. Вы сказали только про капот, что не открывается. Да, про капот, я сказал, и дверь. Ну, как бы, здесь нету движка. Здесь пробег в районе 160 тысяч. Ну, по сиденьям... Движетка есть, только он находится отдельно от автомобиля. Ну, а турбина вот, надо было у Кирилла... Их турбина там сломанная, нахуй. Ну, турбина сломанная, она кому нужна, сломанная стоит? Мне кажется, никому. Ну, просто почему же мы можем смотреть, если мы даже не можем... Тут даже бардачок не открывается, понимаешь? Не знаю, почему он даже... А, потому что он на приводе. Я в шоке. Ну, то есть мы можем оценить только салон, получается? Ну, по факту, да. Ну, я, допустим, если говорить про X6, мне нравится X6. Видишь, у него крыло не битое. Хотя, смотри-ка, у него, мне кажется, колесо как будто западло. Видишь? Я директор вот этой вот фирмы, которая занимается совершенно другими вещами. Здесь просто на территории такое совершенно? А ваша фирма? Наша фирма? Ну, мы с авиацией. Принеси, пожалуйста, ключи от ремзоны к ремзоне. Ой. А, ну... Вот ее как сняли. Так, это карабаска. А, ну, это... Ну, понятно, короче. Главное, что оно имеется. Автомолетов. Есть вот регламентные работы, которые нужно проводить, которые должны быть засертифицированы вот этой компанией Boeing. И что вся суть проблемы в том, что они как бы эту сертификацию отказываются давать. И поэтому... То есть в чем проблема вообще авиации с этим не боями? Ну, вот, понимаете, вот есть проблема, да, есть препятствия. Так. Вот его можно обойти с левой стороны, а можно справа. А, понятно. Я не буду вам рассказывать, как это делать. Очень хорошо. Мы поняли. Очень доводчиво, да. Все, спасибо. Все доброе. До свидания. До свидания. Это были самые быстрые смотрины в моей жизни. Ну, и самые познавательные, что ли. Не только по поводу тачек, но еще и по поводу Boeing'ов и Airbus'ов, ребят. Вы слышали? Блин, ну это жестко. Я не знаю, что делать с такой тачкой. Даже не знаю, как акционы проводятся. Ребята, у вас был опыт с тем, чтобы тачку покупать на аукционе? То, что нет у мотора, это все как бы дела, это дело житейское. Это все можно починить, все можно поставить. Но дело в том, что честно сказать, я никогда в своей жизни не имела дела с тачками, с аукциона. Тем более, когда, как я поняла, ее продает государство за заниженную стоимость, чтобы быстрее продать. Так что сейчас я позвоню своему автоподборщику Кириллу и спрошу, Кир, что это вообще такое? С этим можно иметь дело или нет? Алло. Да, привет. Короче, вопрос такой. Что такое аукционы, вот это вот торги и так далее? Ну, в общем, смотри, я ее по базам пробил, могу тебе отчет кинуть, тоже посмотришь. Там типа подробно станет по понятию. На ней сейчас, на данный момент висят ограничения. То есть это, ну, учет прямо сейчас, ты ее не поставишь. Нужно эти ограничения убирать. Если ее продает какой-то перекуп, который просто где-то ее дернул и сейчас пытается реализовать, то покупать такую машину лучше не надо. Не-не-не, там, походу, там реально какая-то ОООшка продает по банкротству. А вот участие на торгах, как оно происходит? Что для этого нужно? Честно, ни разу я так машины не покупал, не забирал. Даже ты? Мы вообще такими же машинами. Ты же шаришь. Мы такие машины не смотрим. Если какая-то такая вот катавасия начинается, я просто разворачиваю и ухожу, я не вникаю. Есть такой же тип торгов, только коммерческих помещений. Владельцы этих помещений не обанкротят. Их просто как бы государство, оно как бы отдает под аукцион. И такие помещения можно очень хорошо забрать по очень классной цене. То есть в этом плане у этой машины есть потенциал. Чистее, если рассуждать. Но нужно будет реально копошиться с ним. Но, опять же, я не просто человек, который ищет тачку. Я ищу тачку по проекту, поэтому у меня есть резон ее взять. Но это, опять же, это очень сложно, ребят. Хочу, чтобы вы прониклись в сложности ситуации. Если вы реально прониклись, отпишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну что, сейчас будем звонить главному по торгам и вызнавать всю инфу. Ну вот просто единственное, что волнует, это целостность двигателя. Там с турбиной, понятное дело, проблема какая-то, ну, то есть в утиль. А вот двигатель, он цел, жив. Вы знаете, Ангелина, я хочу сказать, могу рассказать только ту историю, которую мне рассказал менеджер, когда я у него забирал этот автомобиль. Он мне сказал следующее, что у собственника накрылась турбина. Они ему предложили замену. Он решил отремонтировать сам. Он отремонтировал, проездил пять тысяч, турбина перестала работать, и какая-то деталь попала в двигатель. После этого он машину оставил в автодоме, и полтора года она стояла у них, пока ее я не забрал. Ах, вот оно что! Чтобы провести дефектовку, они разобрали, все сняли. Озвучили ему, что нужно сделать. Он плюнул на это и даже забирать машину не стал. Ну, я имею в виду собственник, в данном случае юридическое лицо. Понятно. Поэтому что там, даже я не знаю. На что я надеюсь, когда пытаюсь купить тачку хорошую, типа М-версии, до миллиона рублей. Ну, видимо, тачку без движка надо покупать. Ну что, я приехал по адресу следующей тачки и сразу увидел вот такую картину. Я думаю, что здесь нас ждет что-то безумно интересное. И еще больше я жду реакции Ангелины. Что это? Опять такое? Вы что, гоните, что ли? Прием лома, серьезно? Мы сейчас тачку по частям собирать будем здесь, что ли? А вот, видимо, владелец подошел сзади. Да, здравствуйте. Вот мы подъехали на точку, которую вы скинули, посмотреть икс. Да, а что вы видите перед собой? Продуктовый комплекс. Вот, отлично. Вот если вы смотрите на вход продуктового комплекса и повернуете голову налево, то через дорогу видите, у вас там типа стройка идет, там круг насыпанасово такая. Да, вижу. Вот вон туда. Коровы? Овечки? Да, мы с вами. Видите, посмотрите. У вас очень необычно здесь. Здравствуйте. Я как у бабушки на даче. Какие прикольные. А вы долго владеете? Два года. Ничего не течет, все, в принципе, нормально. Вы так просто улыбаетесь, вы думаете, что я не разбираюсь в машинах, да? Что я? Ну, вы так улыбаетесь, как будто вы думаете. Меня очень смущает, что вы смотрите машину, а молодой человек стоит и улыбается. Да нет, ну просто я же приехала для себя машину смотреть. А, для себя? Да, для этого. Я же говорю, девушка улыбает, смотрите. А, вот, чем он меня привлек. Он мне привлек тем, что он с карбоном. Карбон настоящий. А если не секрет, почему продаете? Потому что за КамАЗа платить нечем. Ааа. Завезли. Он такой тихий. Он что-то очень тихий. Он как будто из Америки пригнанный, да? Да. Из Америки? Да. Американец. А вы с тренировкой ездите нормально? Вас не останавливают? Ааа, понятно. Я раньше в другой структуре работал. Тачка прогрета, можно на ней газануть? Я хочу послушать звук, но завелась она ровно, мне понравилось. Вот, кстати, у него 7 метров в час, а это мили. Прикольно. Я еще такого не видела на пуберке М-ки. Но звук у него, конечно, такой. Тоже. Но будет о чем поработать. Звук тоже сделать, выхлоп. Мы тачку просто под проект ищем. Это все ваши машины, серьезно? Да. Ничего себе. А сами умеете на них? Я вот недавно каталась на КамАЗе. Такое удовольствие интересное. Это дюанс. А, да, кстати, это рыжик такой или что? Да. А кондиционер здесь работает? Все окей? Наверное, я не полюсил. А, вы просто с открытыми окнами ездите? Да, давайте на нем чуть-чуть катнем, чтобы смотреть, коробка не пинается там. Коробка Келебра, она за 400 тысяч три недели назад. Она рассчитана по тысячу лошадиных сил. Вы серьезно? Она там какое-то что-то укрепленное стоит или что? Да. Усильная коробка, керамические фрикционы и прочее, прочее, прочее. Вес, Владимир Ильич? Опоздал на 20 минут. Владимир Ильич, вот смотри, 3 часа ехал. Ну, что, 120 километров я хочу пить. Задум, что ли? У вас тут все по струнуке ходят? Ну, да. Тут где-нибудь есть небольшая прямая, где нужно газонутку. Нормально, нормально, мы поняли, мы поняли. Все, отлично едет, отлично едет. И тормоза тоже шикарные. Окей. Подается вместе с дисками? Ну, не на кирпичах же вы ее заберете. Ну, не, может у вас есть какие-то стоковые? Диски, кстати, среди, но стоит 400 тысяч. Полтора баку назад. Это конечная цена за него? Миллион четыреста, сколько-то там? Для вас пятьдесят. А, миллион четыреста пятьдесят. А там она стояла миллион... Четыреста шестьдесят. А, то есть конечная цена миллион четыреста пятьдесят? Да. Даже там окрасик вот этот вот. Больше не подвинетесь. Мне нужно было спросить, я просто... Вдруг прокачено. Ну, хорошо, я поняла, спасибо. На машине висит залог. Шестьсот тысяч. Угу. Пишем с вами договор, заказываем ПТС, едем, оплачиваем, забирайте ПТС машину. Залог сколько? Шестьсот тысяч. То есть просто мне нужно будет с вами вот эту формальность... Просто да, потому что если вы где-то будете пробивать, то будет написано, что она в залоге. Маяки стоят, чтобы я вдруг на ней куда-то не уехал. Маяки? А, типа вас пробивают по камерам? Ну, банк, они... Нет, почему? Банк, когда сдаешь машину в залог, они на нее ставят маяк. А, то есть вы не можете уехать там, на ней куда-то из города? Нет, я не уехать на ней могу. Просто если я не буду за нее платить, они меня на... Спасибо, что удивили. Да? Да? Поздали, дождались. Давайте. До свидания. Короче, что я думаю откровенно насчет этого икса? Тачка хорошая. То есть для меня сейчас основной пункт, это именно тачка хорошая по технической. У него мотор, так он сказал, полностью перебирался. У него коробка тоже перебиралась. Тем более она стоит усиленная. И если я захочу сделать какой-то мощный проект, ну, конечно, я не говорю про Unlink 500, но все равно какую-то мощную тачку, это будет прям классная жигалова. Но салон, конечно, у него потрепанный. То есть там прям такое все... Там все в песке, в строительной пыли. У меня сзади лежал пепел на сиденье. У тебя вообще пепел лежал. То есть там как будто реально в машине кто-то жил. Но для меня это не важно, потому что я буду точно перешивать салон в БГТ, я буду делать потолок там в Алькадаре. То есть тачка будет реально вся новая изнутри. Ее легко сделать изнутри новой. А вот по техничке там разбираться, я вообще ничего не шарю, поэтому для меня это будет сложновато. Как для девушки, ребят, sorry. Я девушка, я плохо разбираюсь в техничке. И сам мужчина, он очень такой закрытый. И видишь, как он так прям смекнул. Вы хотите покупать тачку? Я ответила да. На что он мне сказал, типа, не окей, по рукам. Завтра приезжает ваш эксперт, смотрит машину. Мы должны будем поехать в специальное там отделение, наверное, банка, оплатить залог. Тачка в залоге находится. Опять какая-то фигня. Но, видимо, поэтому она и стоит ниже рынка. И он подвинулся на 10 тысяч рублей. На 10 тысяч. Ну, типа, с одной стороны, он не должен был больше, но с другой, ну, типа, 10 тысяч. Лучше вообще не двигаться, чем на 10 тысяч подвинулся. У меня такое ощущение. Что, яблоко? А можно нам, пожалуйста, два яблока, вот эти Golden? Блин, ну, кстати, очень жалко, что так у нас бизнес загинается. Вроде у него все хорошо шло, у него был и x6. Кэшью. А тут был и x6, да? Да. Короче, он себе и x6 купил, и x5-й, и там, и в Rolex. И все, что у него, видимо, осталось, все это его КамАЗы, Rolex, и там, может быть, дач. Все, да. Короче, ребят, не знаю, что по тачке. Покупаю, не покупаю, но вот я купила продуктов. Короче, пишите в комментариях, что вы реально думаете насчет этой тачки, потому что я опять не знаю, покупать ее. Будет ли вам интересно смотреть с ней проект? Ребят, я вижу ваши комментарии, как вы пишете мне. И что ты все смотришь? Почему ты не покупаешь эти тачки? Почему ты не купила гелик? Почему ты не купила, там, реально дом на колесах? У тебя что, нет денег? Вы не особенно, вы балаболка. Вот вы, типа, ездите, смоете тачки. У вас должно что-то екнуть внутри, чтобы ее купить, потому что вы будете понимать, что этой железке вы в какой-то момент доверите свою жизнь, чтобы она возила вас на своих четырех колесах. Это очень взрослый, осознанный выбор. И теперь я подхожу к выбору тачки, особенно после гелика, не просто осознанно с умом, а я подхожу, как будто я выбираю себе партнера на жизнь. И это реально так. Так что, пожалуйста, относитесь с терпением и пониманием к моему долгому и крепятному выбору. Потому что я выберу, обязательно выберу пушку, и вы приложите к этому выбору свою руку, свои пальцы. И для меня это будет тоже очень значимый момент. Сейчас я приехала смотреть BMW X6 M за 1400... 1450 рублей! 1450 тысяч рублей! По пробегу он меньше, чем тот, который мы смотрели сейчас, предыдущий. Он 160 тысяч километров пробега. Вот. Мне очень интересно посмотреть, что же там меня ждет, потому что цена такая же, пробег меньше, и я ожидаю увидеть какую-то лучшую форму XM'а. Ну и локация не похожа на стройку. Стройка это была где-то, ну, лет 6 назад, а сейчас это очень даже такой благоприятный райончик. Блин, ну это чисто просто поприятнее выглядит, как минимум. Ангелина. Николай. Машина ваша, да? Да. Вы на ней сколько ездите? Она 4 месяца, жена у меня ездила на ней. А, жена? Да. Не слишком ли мощная машина для жены? Вы же для себя тоже подбираете. Ну, тоже верно, да. Заведу? Да. Поинтереснее. А, она, кстати, погромче, чем X5. А здесь вырезаны каты? Да. Здесь нету карбона. Зато есть люк тоже. А какая у нее комплектация? Максимальная. Нету доводчиков. Доводчиков вообще нет. А? Доводчиков нет. Так, кто сказал? Что-то доводчиков нет, вы сказали. Я сказал? Да. Нету доводчиков. Я говорю, нет того, чего нету. А, нет того, чего нету. А здесь видеорегистратор висел, да? Это от этого. От регистрата висел. Ну, я смотри, от видеорегистратора висел. А масло какое вы любите? Это прям нормально. А колодки давно меняли? Колодки я не менял вообще. Сколько есть, они меняли. Смотри, какая, кстати, интересная комплектация. Видишь здесь эти места для хранения, и вот здесь еще место для хранения какое-нибудь интересное. Я впервые такое вижу. Да, кстати. Прикольно. То есть его можно вообще вот так... Я такого вообще не видел. Ну, когда? Надо спросить, кстати. А в ней, как и в X5M, 555, да, лошадей? Да. Он прям очень хорошо подхватывает. С улицы очень сильно слышат. А, кстати, да, прикольно. Здесь можно, да? А что? Здесь? Да. А стрел у него бывает? Есть, но когда она прогрета, она прям хорошо прогрета. Он так хорошо переключает, прям очень хорошо переключает, мне дико нравится. А каким по счету кто смотрит? Вы первые, честно, вы первые. Никто не приезжал, не смотрел, я не знаю почему. А сколько у вас уже висит? Оно в месяц, наверное, полтора у меня висит. Ну, я в Сочи был, наверное, полтора у меня висит. Ну, я в Сочи был. Да, я в Сочи был. Я в Сочи был, у меня там приезжали, смотрели. Ну, там, Москве никто не смотрел вообще, я не знаю почему. За полтора месяца? Может, у вас в теневой банк попало объявление? Я не знаю, куда попало. Блин, она вообще из кузовня ОК, я бы реально забрал. Блин, это будет дико круто. У нее еще алюминиевые такие. Мы все другие смотрели, они какие-то невмятые. Они убитые. А это даже, ну, типа, салон ОК, я перешью, потому что у меня чисто ради моей эстетической какой-то вот внутренности хочется. Реально, очень хороший. Просто за такую цену я не верю. Я реально не верю, почему он продает так дешево. Он крашеный, то есть он деланный, конечно же, но, типа, для таких годов это нормально. Блин, я не начала раскачивать его на цену, надо было. Но хотя он и так стоит, типа, ребят, тачка реально так стоит очень маленькую цену для своей кондиции. И раскачивать его еще на меньшую цену было бы вообще некрасиво. Ты просто меня заражаешь, и я теперь хочу такие-то меня сказать. Мне кажется, я подписчиков своих заражаю, что пересаживаю многих на BMW. Кстати, напишите, кто после меня, после того, как я взяла Бэху, свою Бэху, первую тачку, купил тоже BMW. Напишите, мне реально очень интересно, сколько таких людей вот у меня в подписчиков. Образовался подписчик. Привет. Ты будешь в выпуске себе? Да. Да, мы тачку здесь смотрели, короче. Да, я видела, вы их шестой досмотрели. Ну да, вот смотрим. Че, как тебе видос? Смотришь меня? Да, конечно, я подписан на вас на YouTube. Приятно. Ну че, давай сфоткаемся? Ее, снимаем. Спасибо. Пока. Ну давай. Я себе про что говорила. Вот ты только представь, как я на этом X-6 еду по Кутузе, вжариваю просто тапку в полкикдаун, ланч стартом, все вот это вот. Нет, но это же вообще будет пушка. А на гелике я бы так не смогла. Он же дизельный. Там вообще 200, что-то 200 с лишним лошадей. Мне кажется, что я сейчас буду звонить Костику, чтобы он ехал и смотрел этот X-6. Ну что, мне реально очень понравилось. Я прям горю. Я прям реально горю. Ребят, я жду ваших комментариев. Мне правда важно узнать ваше мнение, потому что ситуация очень сильно мне напоминает ситуацию с геликом. Но, отходя уже сейчас в сторонку, по перспективе времени, я понимаю, что гелик, ну типа он очень... В нем всего 200 сил. Это первое. Во-вторых, у него аэродинамика, как у Титаника на колесах. В-третьих, у него маневренность, как у Бегемотихи в период ее репродуктивной этой... всей... Короче, ну вы поняли. Может, это вообще судьба, реально судьба, что его вели у меня из-под носа. Кто знает? Это только вон там знают. Пишите свое мнение в комментариях. Давайте. Пау-пау.